Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на очередной торговой сессии этой недели. Снова мы на финансовых площадках и, собственно, продолжаем разбирать основные события, анализировать и пытаться определить вероятные, наиболее вероятные направления движения тех инструментов, которые составляют основу нашей каждодневной торговой спекулятивной деятельности. Начнем мы сегодня, как и всегда, с рынка нефти. Становится немножко полезно, честно говоря, лично мне, как медведь, потому что мы видим, как Brent уже претендует на то, чтобы пойти снова к тем уровням, которые мы наблюдали недели 4 назад. То есть, когда быки при всем том фундаменте, который складывался на рынке, фундаменте, создающем возможности для снижения, активы пытались затащить Brent выше 58 долларов за бар. Сейчас у нас котировки 55,88, чуть ниже, чем в закрытии прошлого дня, 56,01. Но, опять же, если ситуация не изменится, то мы будем, вероятно, констатировать и говорить о том, что каккосрочно это восходящее движение может продолжиться. Но, опять же, я поднимаю руки, хочу отметить то, что не особо-то верю я в возможность дальнейшего роста, потому что сейчас, даже оценивая комментарии экспертов рынка, буквально все понимают и осознают тот факт, что Brent действительно неоправданно высоко забрался. Потому что новостная картина в целом ничуть не меняется. Если анализировать то, что происходит с активом сейчас, мы помним, что у нас был такой проблеск надежды еще в прошлую среду, когда были опубликованы данные по запасам нефти. Собственно, эта статистика указала на то, что запасы выросли вопреки ожиданиям. Мы надеялись на то, что коррекционная динамика продолжится, но вот быки собрались все равно с силами и показали еще больше восстановлений под конец прошлой недели. И с открытия этой мы видим, как снова они обрессингуют. Локальный интерес к позициям Brent и WTI может быть связан с ростом геополитической напряженности, срывом поставок из Ливии. И вот снова мы вернулись к этому государству. И, видимо, конфликт локальный еще не до конца исчерпан. Если рынок снова нашел в этом позитивный фактор для роста, нам приходится только констатировать то, что такой новостной кон присутствует. Что касается геополитической напряженности по Ближнему Востоку, здесь в центре, в эпицентре событий США и Сирия. Вот этот авиаудах, который был нанесен по сирийскими авиабазам. И сейчас считается то, что вот этот инцидент, это своего рода предупреждение для Северной Кореи. Еще один, опять же, регион, который усиливает вот эту геополитическую напряженность. Подтверждает этот факт то, что США перебросили, по сути, к берегам Северной Кореи часть мощнейшего флота. Несколько авианосцев, которые, в принципе, еще в конце прошлой недели должны были держать курс к месту новой постоянной дислокации у берегов Австралии. В общем, это тема номер один сейчас для финансовых площадков. Думаю, что если вы относитесь к категории, опять же, фондовиков, знаете то, что вот эти факторы сейчас влияют на настроение трейдеров в отношении этой секции финансовых инструментов. Наша задача, как фундаменталистов, следить за тем, как разворачиваются события, сейчас нужно отдать должность этому на фундаменту, который, в принципе, выступает причиной тех или иных движений, которые складываются на рынке и Форекс, и на рынке фондовых активов и производных инструментов. Если мы говорим о росте и эскалации геополитической напряженности, конечно же, следствием подобных новостей является уход трейдеров в защитные активы. Поэтому сейчас мы можем видеть, как повышенный интерес к доходности долговых бумаг, к защитным инструментам, таким как японская иена. Нефть в целом выигрывает от того, что конфликт замешанной регионы, являющейся поставщиками энергосырья. Хотя мы еще вчера с вами говорили про Сирию, отметив то, что уж не такие высокие позиции, точнее, они в прямом смысле мизерны, чтобы повлиять на общую картину по предложению в целом. Котировки нефти локально поддерживают еще и ожидание продления действия соглашения по ограничению производства, еще и факт роста загрузки производственных мощностей на нефтеперерабатывающих заводах в США. Тоже ни в коем случае не нужно забывать про этот фундамент. На противоположной чаше весов у нас остаются Соединенные Штаты Америки, которые по отчетам Беккер-Хьюз на прошлой неделе зафиксировали 12 неделю по счету увеличение числа нефтяных терминалов. Поэтому здесь можно сделать логичный вывод, что увеличение количества сланцевых боровых может привести к росту добычи нефти. Я надеюсь, что этот рост добычи компенсирует положительный эффект повышенного спроса сезонного характера на топливо. И еще раз напомню трейдерам, чем чревато, опять же, рост добычи нефти США. Даже несмотря на, признаю, факт действительно высокого роста загрузки производственных мощностей, мы все равно на прошлой неделе видели, как официальная статистика указала на то, что запасы вывозли. Это говорит о том, что на рынке нефти Соединенных Штатов Америки по-прежнему слишком высокая активность производителей. И вот рост активности компенсирует положительный эффект прочих факторов. Сегодня у нас в 23.30 статистика по ОПИ запасы нефти в США. Посмотрим за, собственно, этими цифрами. Попробуем спрогнозировать уже те показатели, которые мы увидим чуть позже, днем позже от официальных данных. Но полагаю, что если медведи хотят все-таки напомнить, может быть, лично себе о своем присутствии и о когда-то былых амбициях, чтобы стащить бренд ниже 53-52 долларов за баррель, сейчас чуть ли не последняя возможность для этого. Статистическая поддержка должна прийти. Я надеюсь, что эта поддержка будет связана с запасами нефти. Возможно, если бы не проявление геополитических факторов, цены на них уже пошли бы вниз. Потому что именно этому фундаменту эксперты отвели ключевую, опять же, позицию в плане аргументации вчерашнего роста. Соответственно, как только картина и эта ситуация утихнет, возможно, у нас будет больше поводов, чтобы поговорить о потенциале снижения энергии. Как и раньше, несмотря на потери по кокосочным сделкам, я все равно, сохраняя короткую позицию, считаю то, что бренд имеет больше шансов на то, чтобы пойти ниже. Рубль против американца 57-14. Давайте останавливаться не будем на российском валютном активе. Если мы ждем поддержки со стороны нефти, мы ждали это еще и три недели назад, две недели назад, недели назад, и продолжаем ждать и сейчас. Девальвация – это вопрос ближайшего времени. Хорошо, что смогли оттолкнуться от поддержки по паре USD-RAP выше 55-50. Надеюсь, что это и были те локальные экстремы, куда претендовал крайне заблуждающийся рынок и такая же заблуждающаяся российская валюта, которая игнорировала все прочие триггеры и фундаменты, сигнализирующие о том, что этот актив должен ослабеть. Сейчас понемногу логика все-таки доминирует на рынке в отношении рубля и нефти, корреляция на высоких значениях, но хотя бы она присутствует сейчас, и это тоже локальный позитив. Дальше, друзья, идем. Евро против американца. Сейчас котировки у нас 1,0585. Вчера мы не смогли наблюдать сохранение понижательной динамики. Ну, во-первых, во-вторых и в-третьих, сейчас торговая сессия довольно-таки спокойная, все-таки страстная неделя. Ликвидность не на столь высоких значениях, как обычно. Под конец недели она снизится еще больше. Ждем триггеры новостные, новостные факторы, которые могут либо поддержать наши медвежьи ориентиры, либо допустить тот фактор, что прежде чем евро пойдет ниже, оно может показать еще локальные восстановки. А что касается актуального новостного фона, здесь стоит отметить вчерашний комментарий представителя Управляющего Совета Европейского Центрального Банка Витора Констанцева, который снова обозначил крайнюю адаптивность европейского регулятора и отметил то, что мягкая экономическая политика сейчас вполне уместна. Повторил то же самое, что мы слышали в прошлый четверг от господина Драги. Единство позиции самых видных чиновников ГЦБ, оно очевидно, это хороший знак, это значит то, что никаких бусмысленных интерпретаций сейчас не должно допускаться. Единогласно сейчас принято решение, чтобы Европейский Центральный Банк и дальше действовал в рамках тех экономических стимулов, которые запущены. Соответственно, главная идея слабости евро, она остается. Плюс ко всему, 26 апреля уже не за горами, напоминаю, точнее, 23-е. Это день, когда пройдет первый тур голосования во Франции. Ближе к этому событию мы еще раз попробуем оценить баланс сил определенных политических лидеров и их шансы на то, чтобы одержать победу. Но я о политической теме уже говорил вчера, касался этого вопроса. У нас по-прежнему на повестке риски, связанные с тем, что к власти могут прийти те, кто сейчас недооценивается в плане, собственно, победы, даже хотя бы в формате отдельных туров голосования. Недооцениваются это те, кто, опять же, лоббирует крайне радикальным взглядом, касающиеся той же самой автономии и выхода Франции из состава Европейского Союза. Доллар японская иена. Здесь геополитическая напряженность, как я уже отметил, по факту тех регионов США, Сирии, еще и Россию можно отметить, Ливию, Северную Корею, много. Стало причиной повышенного спроса на защитные активы. Если вам нужно доказательства этого, достаточно посмотреть на доходность американских трежерис. В частности, по итогам вчерашнего дня доходность просела на 2,8 байсных пунктов до 2,35, и, соответственно, оказав давление на американца. Я допускаю то, что, возможно, поторопился, погрячился вчера поставить на рост американца, поскольку не думал, что трейдеры так активно начнут дисконтировать стоимость этого инструмента. Тот новостной фонд, который, в принципе, был очевиден еще в конце прошлой недели и на выходных. Но, видимо, сейчас риски являются определяющими для торговли. Видимо, сейчас трейдеры стараются не торопиться с занятием позиций, потому что не знаю, каким образом будут разворачиваться текущие события. Поэтому, друзья, несмотря на потери, вы знаете, сегодня я принял решение все-таки пока снова выйти из пары доллар-японская и иены и подождать, как ситуация будет развиваться дальше. Как только у нас появятся триггеры, либо новые аргументы, надеюсь, что уже более убедительные сигналы, касающиеся того, что американская валюта больше нацелена на статистику, тогда я снова попробую поставить крокосрочные ориентиры и предложу их вам. Надеюсь, это произойдет в эту пятницу. Собственно, пройдет, получается, сегодняшняя торговая сессия, среда, четверг, три дня. Думаю, что будет какая-то конкретика по факту этих объектов геополитической напряженности главных действующих игроков. И надеюсь, что появится какая-то ясность. Надеюсь, что трейдеры, опять же, сфокусируются на данных по инфляции, роничным продажам, которые у нас запланированы на эту пятницу и позволят нам уже безошибочно определить крокосрочные ориентиры. Но пока приходится все-таки признавать тот факт, что риски являются серьезным сдерживающим фактором для роста американца. И до тех пор, пока эта картина не изменится, доллар может просесть очень даже неплохо, опять же, по причине текущих тенденций, которые направлены на уход трейдеров в защиту инструмента, к которым традиционно относится японская валюта. Вчера еще состоялась дейс-конференция Джанет Герлин. В принципе, мы, как фундаменталисты Мангри, рассчитываем на то, что председатель американского регулятора поддержит доллар. Но, судя по всему, как я уже отметил, сейчас трейдеры меньше восприимчивы к статистике и тем факторам, которые создают, поддерживают ожидания того, что ФРС будет дальше повышать процентные ставки. Хотя, чтобы держать вас в курсе, я отмечу то, что комментарии Джанет Герлин гласили следующее. То, что повышение ставок по-прежнему местно. Она отметила прогресс, который был зафиксирован на рынке недвижимости. Уровень безработицы 4,5% по ее словам – это уже показатель максимальной занятости. И она испытывает, опять же, и оценивает весьма оптимистично будущие показатели розничных продаж, потому что считает, что активность потребителей – это тот самый стимул для будущих показателей экономического восстановления, которые сохраняют свою силу. Я с ней абсолютно согласен. То есть, по риторике можно четко понять то, что она была довольно жесткой. Соответственно, ФРС будет дальше повышать процентные ставки, чтобы бороться с рисками перегрева экономики через рост инфляции. Поэтому, друзья, у нас в целом по фундаменту, уже по договору, все ясно. Мы знаем то, что фундаментально американец больше, чем какой-либо другой инструмент. Заряжен сейчас на серьезный рост и восстановление. Но до тех пор, пока трейдеры не, собственно, смогут проигнорировать риски политического характера, ссуваться, опять же, в американец, как разочно, не стоит. Фунд против американца. Британец сохраняет за собой статус одного из самых волатильных активов. Мы на прошлой неделе внимательно следили за ним. На этой неделе тоже. На прошлой неделе было много статистики. Сегодня, буквально через час сорок пять, нас ждут данные по инфляции. Я напоминаю то, что после Брекзита британская валюта очень серьезно просела. Оказала поддержку национальным производителям. И эта динамика повлияла на состояние секторов, которые связаны с потреблением. И напоминаю вам то, что этот год мы начали с довольно скромных и сдержанных прогнозов по экономическому росту Англии, потому что знали, что инфляция уже растет практически неконтролируемыми темпами и уже обогнала рост доходов, что должно влиять на активности потребителей и приводить к будущему замедлению экономического роста и снижению показателя ВВП. Я надеюсь, что сегодня, по данным индекса потребительских цен, который будет обвлекован в 11.30, мы получим еще одно подтверждение того, что инфляция растет. Если мы увидим новые локальные максимумы, скажем так, экстремумы, это значит то, что наши расчеты прежние того, что эта статистика является значимой и эта статистика может стать угрозой для будущей потребительской активности, должна оказать давление на дейтация. Полагаю, что завтра нам точно будет о чем поговорить касательно этого инструмента, потому что такой новостной фонд сейчас очень важен, в принципе, для фунта. И то, что фунты сейчас активно реагируют на национальный фундамент, нам доказалось еще в прошлой неделе. Поскольку даже на такие, казалось бы, простинги, отчеты, как индекс активности в производственном секторе, в строительстве, и в сфере услуг, ладно, более-менее неплохой релиз, но фонд реагировал движением порядка чем на фигуру. Полагаю, что сегодня владелец будет не меньше. Собственно, далее по неделе у нас будут еще возможности проследить за ситуацией по рынку труда, тоже Англии, из-за других валютных парк. USDCAD вчера, к сожалению, так и не смог добраться до сопротивления 1.35, и оказался с учетом текущих котировок на отметке 1.3322. Поддержала, собственно, канадца динамика нефти. Восстановление цен на черное золото, разумеется, как главного экспортного товара, повлияло на то, что мы видели в рамках трейдинга по канадскому доллару. Плюс ко всему еще были опубликованы данные по закладке новых домов в Канаде, которые по фактическому показателю достигли пятилетнего максимума. То есть, вспоминая еще рынок труда пятницы, рынок недвижимости, сейчас на рынке, простите за тартологию, есть идея, что Банк Канады, который публикует, пересмотрит процентную ставку уже завтра и, собственно, предложит обновленные прогнозы по экономическому росту на будущее и, собственно, отметит то, что планирует делать, опять же, со ставками в перспективе ближайшего квартала, эта риторика может настроить на дальнейшее укрепление канадца. Я все-таки пока предлагаю вам не придерживаться такого оптимистичного взгляда, потому что, если в основу этого позитива вложится исключительно восстановление цен на нефть, то это очень шаткое такое просто получение. То есть, если котировки того же самого бренда WTI снова вернутся к понижательной тенденции, на что указывает множество фундаментальных факторов, то есть канадец снова начнет очень быстро дисконтировать это свою стоимость. Риски дальнейшего снижения цен на нефть – это риски для роста инфляции, то есть индекс потребительских цен тоже будет тяготеть и все-таки оказаться ниже целевых значений. Вот на это сейчас и нужно делать большую ставку, потому что канадский регулятор все-таки, как ни крути, обращает на показатель инфляции очень много внимания, собственно, как и мы. Поэтому от завтрашней риторики канадского регулятора я не жду никаких жестких сигналов. Думаю, что в целом она будет довольно мягкой, и если уж не цены на нефть, то, по крайней мере, сопроводительное заявление может стать причиной повторного тестирования сопротивления пары USDCAD 1.34. Но это все равно будет маловато, потому что нам нужна цель 1.35. По другим активам, без изменений, никаких интересных новостей сейчас пока что нет. Надеюсь, что на неделе появится. Если так, то, разумеется, первым делом вам расскажу о брифинге. Сегодня я хочу отметить вам кодовое слово, которое связано, опять же, с главным фундаментальным катализатором, с геополитической неопределенностью. Это слово «геополитика». Кодовое слово – известная величина бонуса 16%, чтобы воспользоваться этим бонусом. Как и всегда, инструкция прежняя, нужно связаться с вашим персональным менеджером, сказать то, что вы знаете кодовое слово, и поменять его на бонус на пополнение. Если вам сейчас это необходимо, чтобы повысить покупательскую способность ваших депозитов. Друзья, что касается новостных событий, сегодня в 11.30, как я уже отметил, ждем данные по инфляции. В 12.00 статистика по АЗИУ бизнеса «Оптимизм Германии». В 23.30 – это данные по АПИ, запасам нефти в США. Завтра, безусловно, подведем итоги всех этих событий, проанализируем новости и еще раз попробуем оценить текущую ситуацию и посмотреть, изменилось ли что-то в общем оппозиционировании. На этом, собственно, все. Если есть вопросы, не забывайте, что канал YouTube к вашим распоряжениям, собственно, можете оставлять ваши вопросы и комментарии там, и параллельно не забывайте ставить лайки. И, конечно же, не забудьте подписаться, кто этого еще не сделал, потому что подписавшись, будьте в курсе всех новых видеоматериалов, которые регулярно на нем появляются. На этом, собственно, все. Хорошей вам торговой сессии, удачной торговли. Как и всегда, не забывайте контролировать риски. Всего доброго. До свидания.